Здравствуйте дорогие друзья! Рад видеть вас всех на канале Гороскоп. Прогноз у нас на 13 сентября 2022 года и мы начинаем начинать. А начать хотелось бы с просьбы о поддержке канала. Поставьте лайк, подпишитесь, оставьте комментарий под любым из роликов. Если вам не трудно, сделайте репост одного из моих прогнозов. Ну а я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Овен. В этот день Овен способен как никогда наслаждаться простыми радостями. Вкусной едой, душевной компанией, объятиями любимого человека. Гороскоп предлагает в этот день Овну позаботиться о комфорте тела. Сходите в баньку или массажик, купите удобную пижаму или подушку. Постарайтесь отключить поток сознания и сконцентрируйтесь на осязаемых ощущениях. В этот день Овен сможет изменить свою жизнь к лучшему, устранив источники физического дискомфорта. Не пора ли выбросить колючий свитер? Не нужно ли поменять неудобное компьютерное кресло? Овну стоит посвятить этот день для улучшения качества жизни в буквальном смысле этого слова. Любовный гороскоп для Овна. Игривое настроение Овна позволит ему внести легкость и непринужденность в общении с противоположным полом. Даже самые сложные вопросы Овен в этот день будет способен решать с улыбкой на губах, что позволит ему одержать победу там, где спасали другие. Это не может не восхищать, поэтому Овну следует приготовиться к проявлению повышенного внимания со стороны противоположного пола. Ну, а если Овен пока одинок, да почему бы не сделать шаг навстречу? Гороскоп карьеры и финансов для Овна. В этот день Овну следует хорошенько запастись терпением, так как критики на работе не избежать. Дело даже не в том, что Овен плохо выполняет свои обязанности, просто так уж сложились звезды. Самое лучшее, что можно сделать Овну в этой ситуации, держаться подальше от руководства, не вступать в полемику с коллегами и стараться быть максимально продуктивным и точным в работе. Возможно, уже в этот день к вечеру негативные тенденции ослабнут и Овен сможет вздохнуть спокойно. Телец. Если в этот день окружающие будут разбегаться при вашем приближении, не удивляйтесь. Телецу в этот день свойственно занудство в сочетании с отсутствием дипломатичности, а людям не слишком нравится, когда кто-то донимает их придирками или поучает. Как надо работать и как жить. В этот день телец не готов дать спуску ни себе, ни домашним или подчиненным и выискивает малейшие промахи в их поведении. Гороскоп советует, постарайтесь все же закрывать глаза на некоторые несовершенства этого мира и людей, в нем живущих. Иначе ваш настрой испортит настроение не только вам, но и всем-всем окружающим вас людям. Любовный гороскоп для тельца. В этот день звезды не обещают тельцу на любовном фронте легких путей. Может оказаться, что объект его симпатии им, увы, не интересуется, а проявляет внимание к кому-то другому. Или любимый человек вдруг поставит вопрос ребром, вынуждая тельца сделать непростой выбор. Словом, в этот день тельцу может показаться, что ситуация в каком-то вопросе зашла в тупик, а сам он близок к проигрышу и полнейшему поражению. Звезды не советуют паниковать и подождать советуют, не стоит драматизировать ситуацию. Весьма возможно все быстро изменится, так что не теряйте боевой дух. Гороскоп карьеры и финансов для тельца. В этот день, с самого утра, телец может испытать внутренний конфликт. Не исключено, что он задумается, не настало ли пора поменять отношение к работе, да или вообще саму работу. Гороскоп советует тельцу в этот день отказаться от радикальных мер и для начала просто поговорить с руководством, обсудив волнующие его вопросы. Часто этого бывает достаточно, чтобы устранить причину дискомфорта. Только получив решительный отказ босса повысить зарплату, пододвинуть кулер поближе к тельцу или разрешить ему уходить с работы на 15 минут раньше, стоит предпринимать шаги по смене рода деятельности. Близнецы. Не исключено, что в этот день перед близнецами встанет некая морально-этическая проблема. Что-то вроде помочь другу или поехать в отпуск, сказать правду или избежать скандала. Так или иначе, Гороскоп обещает, что близнецы сумеют найти комфортное решение, которое позволит остаться овцам целыми, а волкам сытыми. Никого не обидеть и не обделить себя. В этот день эмоциональность близнецов соединяется с аналитическими способностями, что особенно полезно, когда нужен нерв в творчестве и генерировании бизнес-идей. Так что дерзайте, вперед и только вперед. Любовный гороскоп для близнецов. В этот день близнецам в любовных делах рекомендуется слушать больше свое сердце, а не советы друзей и знакомых. Хотя прислушаться к ним все-таки можно. Иногда взгляд со стороны бывает не лишним, помогая разглядеть то, о чем сами близнецы не догадываются. Так что в этот день близнецам звезды гороскопа советуют выслушать советы бывалых и проанализировать всю поступившую информацию. Но поступить в итоге по велению своего сердца. В делах любви принятие решений доверять можно только ему. Гороскоп карьеры и финансов для близнецов. В этот день близнецы имеют возможность осознать, насколько выросла их ценность как работника. Возможно за последнее время было сделано много ошибок. Зато близнецы приобрели бесценный опыт, который сейчас работает на них, позволяя принимать верные и мгновенные решения. Звезды советуют близнецам в этот день продолжать развиваться на выбранном поприще. Это еще не потолок их знаниям и достижениям. Как известно, совершенству нет предела. И впереди их ждут еще более захватывающие перспективы. Рак. Лучшее, чем может заняться в этот день рак, это учеба. Грызть гранит науке сейчас как никогда приятно. Самые сложные темы даются очень легко. Если вы уже вышли из возраста школьника или студента, полезно заняться самообразованием. Звучит, конечно, скучно, но поверьте гороскопу, в этот день вам понравится учиться, так что уделите хотя бы полчасика этому занятию. В этот день надо получить как можно больше информации из внешнего мира, в процессе обучения или общения. В противном случае рак может сосредоточиться на своих мыслях, заняться самокопанием, что нарушит гармонию мира его внутреннего. Любовный гороскоп для рака. В этот день рака может буквально переполнять желание поспорить и доказать свое превосходство, что не слишком выгодно в общении с противоположным полом. Действительно, кому понравится, если каждое его слово ставят под сомнение и по любому поводу выносит категорическое суждение. Именно так может вести себя в этот день рак с любимым человеком или даже на первом свидании. Чтобы день прошел мирно, ему стоит либо провести его одному, либо больше молчать, справляясь с внутренним раздражением. Уже к вечеру запал пройдет и рак снова обретет легкость и способность покорять сердца. Гороскоп карьеры и финансов для рака. В этот день рак может быть не сдержан на язык, а потому будет способен потратить целый день на выяснение отношений с коллегами или поиски правды в каком-то вопросе. Тут самое время вспомнить, что разговоры хороши в меру, надо и дело делать. Гороскоп рекомендует раку не вступать в пустопорожные дискуссии. В этот день они не дадут никаких практических результатов. Лучше вовремя остановиться и переключиться на более продуктивные занятия. Пусть страсти подутихнут, чуть позже рак сможет выяснить все в спокойной обстановке. Лев. Ни другому льва в этот день не поздоровится. Он готов убрать с дороги любого, кто ему мешает или просто не нравится. Если недоброжелатель не сбежит от одного его воинственного вида, то должен будет выдержать тысячу мелких нападок. Ведь главная тактика льва на этот день – заклевать врага до смерти. Впрочем, при отсутствии внешних врагов он может найти внутренних, обратив агрессию против домашних или друзей. Гороскоп предлагает льву внимательно следить за своим поведением и не превращаться в негодующую беспричины монстра. Любовный гороскоп для льва. В этот день во всем, что касается личных отношений, звезды не рекомендуют льву торопиться серьезными решениями. Даже если в этот момент они кажутся единственно верными, ситуация может измениться кардинальным образом, поставив все с ног на голову или наоборот. Не знаете точно, как поступить? Возьмите тайм-аут, чтобы разобраться в происходящем. Как говорил Хаджан Насредин, эээ, за это время либо и шаг сдохнет, либо этот мир умрет, и все благополучно решится само собой. А чтобы постоянно не возвращаться мыслями к волнующим вопросам, льву лучше уделить время себе или просто отдохнуть. Гороскоп карьеры и финансов для льва. В этот день звезды советуют льву не идти проторенными дорогами, а применить неординарный подход к ситуации. В данный момент это может быть неожиданным и наиболее эффективным решением, которое поможет сдвинуть дело с мертвой точки. Лев может смело выдвигать самые фантастические идеи и строить революционные планы. Они не только найдут горячий отклик, но и немедленно будут приняты коллегами и руководством компании. В этот день креативим в удовольствие. Дева. Миссия Дева на этот день – призывы окружающих к порядку. На работе, в магазине и дома Дева должна взять на себя функцию организатора. В офисе Аврал? Распределите задания между коллегами. Увидели неправильный ценник? Зовите администратора. Дома кавардака? Организуйте генеральную уборку с участием всех домочадцев. Гороскоп уверяет. Дева в этот день может вернуть гармонию в окружающую ее действительность. Хотя для этого придется переломить чье-то сопротивление. Да ничего. Сами же потом спасибо скажут. Хотя в этот день Деве, скорее всего, придется не раз услышать, что она зануда. Любовный гороскоп для Девы. Если в отношении Девы с любимым человеком в этот день возникнут какие-то разногласия, звезды гороскопа советуют не упрямиться и пойти на компромисс. Пусть при этом в душе Дева останется уверенной в своей правоте. Но если ее спутник ожидает от нее большей мягкости и покладистости, то стоит немножечко уступить. Зато взамен этой игры в поддавки Дева получит настоящий праздник нежности и заботы. И сочтет это неплохой компенсацией. Гороскоп карьеры и финансов для Девы. В этот день все дела Девы словно под микроскопом будут критично изучаться начальством или коллегами. Ну а если кто-то ищет, тот всегда найдет. Вероятнее всего Деве не избежать строгого разговора в указании на ошибки. Впрочем, если эта критика будет конструктивной, то она позволит Деве исправить недочеты и работать более эффективно. Хотя и даст повод понервничать. Эмоции не всегда удается держать под контролем. В любом случае, гороскоп рекомендует Деве в этот день отнестись к ситуации позитивно. Это всего лишь рабочий момент. И не стоит принимать его близко к сердцу. Весы. А почему бы весам не посвятить этот день себе, любимым? Задумайтесь, как давно вы делали то, чего хочется именно вам. Не оглядываясь на чужое мнение, забывая о времени и делах. Устройте себе день непослушания, выполняйте только свои желания. Гороскоп уверяет, в этот день можно. В последнее время весы могли утратить внутреннюю гармонию из-за хронического самоограничения. Вот почему в этот день главная задача весов сделать себя счастливыми. Поэтому не отказывайте себе в приятностях, растворитесь в маленьких удовольствиях. Любовный гороскоп для весов. Звезды гороскопа настоятельно советуют весам в этот день впустить в свою личную жизнь что-то новенькое. Но для начала выкинуть из нее то, что не оставляет для этого нового места в их сердцах. Может быть весы слишком зациклены на человеке, который не разделяет их чувств. Или собрали себе изначально недосягаемый объект эмпатии. Если так, то в этот день весам пора закрыть эту дверь, осознав, что прежние отношения исчерпали себя, подарив бесценный опыт. Настала пора для новых знакомств, чувств, событий и целей. Будьте готовы к счастливым переменам в судьбе и они обязательно придут. Гороскоп карьеры и финансов для весов. В этот день весы невольно выступят в роли третейского судьи, вынужденного примерять враждующие стороны. Его коллеги, партнеры или руководители могут здорово поспорить. Чтобы исправить ситуацию и направить ее в конструктивное русло, весам придется использовать все свои навыки дипломатии. Если в итоге барабанный бой превратится в звуки арфы, это будет полностью заслугой весов. Они смогут с полным правом гордиться званием миротворца. Скорпион В этот день к Скорпиону могут обратиться за сочувствием и поддержкой. Однако, жилетка из него сейчас никакая. В этот день Скорпион склонен к осуждению чужих поступков, морализаторству, нетерпимости. Он может задеть чувства доводившего его... ему, точнее, человека резкими суждениями и категоричными высказываниями. Если бы в этом настроении он попал на суд Инквизиции в качестве судьи, то сжег бы пару деревень как минимум. Гороскоп советует Скорпиону в этот день сдерживаться каждый раз, когда хочется что-либо безапелляционно заявить. Наибольшую чуткость стоит проявить по отношению к детям и подчиненным. Любовный гороскоп для Скорпиона В этот день дела, касающиеся сферы любви и отношений, потребуют от Скорпиона больших затрат времени и сил. Не пожалейте ни первого, ни второго, чтобы любимый человек почувствовал себя на седьмом небе от счастья. А Скорпионы, еще не встретившие свою любовь, все свои силы и время должны в этот день бросить на ее поиски. В этот день у одиноких Скорпионов есть все шансы изменить свою жизнь и познакомиться с человеком, который впоследствии займет главное место в его жизни. Откройте свое сердце для любви. Гороскоп карьеры и финансов для Скорпиона В этот день для Скорпиона весьма опасный день, когда все тайно обещает стать явным. На работе может открыться информация, которую он предпочел бы скрыть. Возможно, будут обнародованы какие-то важные сведения, напрямую касающиеся Скорпиона. Или неожиданно выплывают результаты его прошлых ошибок, о которых он не поставил в известность руководства. Если какой-либо грешочек все же выплывет, гороскоп советует в этот день ничего не отрицать. Повинную гол-гол-гол-голову, точнее меч, не сечет. Если же Скорпиону нечего скрывать от окружающих, ему не о чем и беспокоиться. Стрелец. В этот день Стрельца могут задеть за живое. Какое-то событие или чьи-то слова могут вызвать большой эмоциональный отклик в его душе. Не исключено, что в этот день Стрелец готов будет надеть латы и отправиться на борьбу с драконом, в роли которого может выступить руководитель, недруг или хам трамвайный. Гороскоп говорит об обостренном чувстве справедливости, которое присуще в этот день Стрельцу. Именно оно не даст его совести спокойно дремать, если рядом кого-то незаслуженно обижает. Что ж, самое время встать на защиту слабых и оказать поддержку нуждающимся. Любовный гороскоп для Стрельца. В этот день свободные Стрельцы должны быть настроены на новые знакомства. Имейте в виду, судьбоносная встреча может произойти неожиданно и в совершенно неподходящем для этого месте. В метро, на улице, в очереди на кассу, в магазине в конце концов. Так что звезды советуют Стрельцу быть на чеку, чтобы не прозевать свое счастье и не отталкивать сразу человека, помни о том, что любовь редко возникает с первого взгляда. Возможно, чтобы разглядеть нового знакомого Стрельцу, придется взглянуть на него еще не раз и даже еще и не два. Отправляйтесь на поиски романтических приключений и не делайте поспешных выводов. Гороскоп карьеры и финансов для Стрельца. В этот день Стрельцу рекомендуется проявлять крайнюю дипломатичность на работе. Возможно, ему придется много общаться с коллегами, партнерами, руководством и случайно вылетевшее из его уст резкое словцо может здорово навредить делам. Гороскоп советует Стрельцу даже в самые острые моменты хранить спокойствие профессионального карманника, не задевать собеседника за живое и вести разговор максимально деликатно и официально. Лишь в этом случае, в этот день удастся достичь взаимопонимания и успешного урегулирования рабочих вопросов. Козерог. Если в личной жизни Козерога сейчас сложилась сложная ситуация, в этот день самое время в ней разобраться. Гороскоп предлагает открыть глаза на созревшие проблемы и изучить их с пристрастием естествоиспытателя. В этот день в Козероге раскрываются такие качества, как способность к анализу и упорство в поиске истины. При этом все свои решения он пропускает через сердце. Благодаря усилению так называемого чувствительного интеллекта, в этот день Козерог сделает правильные выводы и подготовит себя к верному шагу в отношениях с близким ему человеком. Любовный гороскоп для Козерога. Звезды советуют Козерогу в этот день подумать о своих планах на будущее. Есть ли в них место любви или они целиком направлены на решение материальных вопросов. Ведь любовь это крылья души, которые поднимают над обыденностью дней, помогая преодолеть все препятствия. Может быть именно воодушевления и чувства полета не хватает, чтобы ощутить себя не только успешным, но и счастливым человеком. И это подсознательно тяготит Козерога, не давая ему раскрыться и взять от жизни большего. Если так, то в этот день самое время отправиться на поиски новых знакомств, чтобы отыскать свою вторую половинку. Гороскоп карьеры и финансов для Козерога. Есть большая вероятность того, что в этот день Козерога могут вынудить доказывать свою правоту или каким-то образом защищать результаты своего труда. Аудиты разного рода проверки всегда неприятны и вдвойне неприятно, когда результаты работы ставят под сомнение. Однако, начавший оправдываться, Козерог рискует остаться без вины виноватым. Гороскоп рекомендует в этот день сохранять покерфейс и не нервничать. Скорее всего, вся эта шумиха затеяна для галочки и не будет иметь для него серьезных последствий. Водолей. Даже маленькая неприятность в этот день может очень расстроить водолея. В этот день он принимает все слишком близко к сердцу и реагирует соответствующе, а потому ему коллеги и домашние могут пережить настоящую бурю. Водолей готов устроить скандал на пустом месте, ну, а потом, осознав свою неправоту, приступить к самобичеванию и искуплению грехов. В кавычках, конечно же. Советовать водолею сдерживаться в этот день бесполезно. Гороскоп предлагает ему постараться настроиться на позитивную волну и использовать силу юмора для преображения действительности. Вместо того, чтобы плакать, смейтесь. Вместо того, чтобы кричать на кого-то, иронизируйте и улыбайтесь, самое главное. Любовный гороскоп для водолея. В этот день водолей будет откровенен как никогда и готов делиться своими сокровенными планами и идеями не только с близкими, но и с малознакомыми людьми. Впрочем, такая искренность в этот день вполне оправдана. Представители противоположного пола будут очарованы ей. И кто-то непременно захочет познакомиться поближе, пригласив на романтическое свидание. Ведь искренность ценится на вес золота. Так что поступайте в этот день по велению души и не бойтесь быть не как все. Гороскоп карьеры и финансов для водолея. В этот день у водолея день разбора полета в собственной деловой деятельности. Возможно, его давно уже перестали удовлетворять нынешние рабочие моменты, да и вообще заработная плата. Или же он считает, что заслуживает гораздо большего. А может он просто теряет время, занимаясь не своим делом? Тогда что же держит его на прежнем месте? Страх, сила, привычки или обстоятельства? Ответив на все эти вопросы, водолей в этот день сможет разобраться во внутренних мотивах и двигаться дальше, вперед к душевной гармонии, успеху и благополучию. Рыбы. Сомнения и неуверенность в себе в этот день могут очень беспокоить рыбок. В их душе кипит вулкан. А выпустить его наружу не хватает смелости. Из-за внутреннего диссонанса рыбы в этот день могут вступать в конфликты с окружающими, сгущать краски, видеть все в темных тонах. Если в отношениях с близким человеком есть недопонимания, рыбы в этот день захотят все выяснить. Однако, из-за негативного настроя лишь ухудшат ситуацию. Гороскоп настоятельно советует избегать в этот день выяснения отношений. Что вам по-настоящему надо сейчас, так это одобрение и поддержка. Так что постарайтесь поговорить о своих переживаниях с другом, подругой. Любовный гороскоп для рыб. В этот день звезды советуют рыбам сделать перерыв в любовных делах. Не стоит на этот день назначать свидание и планировать совместные дела с партнером, да и от новых знакомств лучше держаться подальше. Сейчас рыбам как воздух нужна передышка и возможность как следует подумать. Возможно в результате они решатся на смелый шаг или наметят новые пути развития отношений. Понимание своих истинных чувств и желаний поможет рыбам в дальнейшем реализовать свои любовные потенциалы. Гороскоп карьеры и финансов для рыб. В этот день звезды позволят рыбам быть искренними и доверять окружающим людям. Отлично пройдут любые переговоры, заключение контрактов и партнерских соглашений. День не располагает к серьезному обману или подвохам волнующих их вопросов. Возможно искренность рыб поможет им найти общий язык с коллегой или заключить перемирие с давним конкурентом, пусть даже и на время. Этот день хорош для открытого общения в рабочей среде, ведь есть шанс достичь настоящего понимания. Вот и весь наш прогноз, мои хорошие. Спасибо вам большое за внимание. Я желаю вам отличного дня, прекрасного, позитивного настроения. Успехов во всех ваших начинаниях. Ну и до новых встреч. Пока-пока.